Дышать легко и засыпать с открытыми окнами. При соседстве с крупными промышленными предприятиями желание остается мечтой. Делиться эмоциями жители Куйбышевского района Самары и вспоминать, сколько раз обращались с жалобами на загрязнение воздуха в отдел государственной экологической экспертизы Росприроднадзора. Из 37 промышленных предприятий Куйбышевского района на открытые исследования согласились единицы, в их числе городские очистные канализационные сооружения. Глобальных нарушений экспертиза не выявила. Более того, проверка показала, что ВОКС работает не только в соответствии с санитарным законодательством, но и не ухудшает качество атмосферного воздуха. Приемная камера закрыта уже на 90%. Стоит оборудование литовское, на сегодняшний день относящееся к наилучшим доступным технологиям. То есть очистка самого воздуха, который будет находиться в приемных каналах, будет происходить на микробиологическом уровне, внутри самого канала и приемной камеры, и выбрасываться уже в атмосферу будет абсолютно чистый воздух. Новое оборудование на ГОКС появилось в ходе реконструкции, в которую РКС Самары инвестировало почти 2 миллиарда рублей. Приемные камеры и каналы здесь изолированы от окружающей среды и оснащены приточной вентиляции. А станции обеззараживания строятся по нацпроекту «Экология». Сточные воды на городских очистных канализационных сооружениях проверяются на всех этапах очистки. Проводится контроль качества стоков по 47 показателям. Впрочем, подобными технологиями может похвастаться далеко не каждое промышленное предприятие Куйбышевского района. На большинстве из них открытые исследования попросту не проводились, по причине того, что объекты являются закрытыми. Нам нужно проводить замеры, нам нужны планы по действию в период неблагоприятных погодных условий, потому что самое большое количество жалоб идет именно вот в этот период времени, когда у нас практически неподвижный воздух. Чтобы предприятия своевременно и грамотно отрабатывали эти свои планы и, конечно, были открыты. Только за первую половину этого года специалистами Росприроднодзора были проведены 23 проверки и 4 административных расследования. На сегодняшний день источниками загрязнения воздуха в Куйбышевском районе Самары являются 17 объектов. Вот я сейчас просто вижу, человек, который живет в Самарском районе, я тоже человек, который страдает от загрязненности воздуха. Вчера, когда мы ездили на выезд, два часа было просто невозможно дышать. В ходе выездного совещания главой города Елены Лапушкиной было принято решение о необходимости открытых лабораторных исследований на крупных промышленных предприятиях Куйбышевского района. Всенадзорные органы администрации, профильные ведомства должны выработать единый алгоритм, который будет соблюдаться, а при необходимости рассмотреть вопрос о модернизации предприятий, их реконструкции и обновлении оборудованием по последним стандартам качества. Ольга Павло, Николай Епифанов, События.